Те, кто сэкономил и пригнал железного коня из-за рубежа до 1 сентября прошлого года, могут легализовать его со скидкой. Такое поручение дал глава государства Хасым Жомар Токаев. Первая декада масштабная, акции уже позади, и больше тысячи водителей стали полноправными владельцами своего авто. Во всех спецовных страны Аншлаг сюда приходят не только за оформлением, но и за консультацией. Как это отразится на нашем бюджете? Обновится ли казахстанский автопарк? Здравствуйте! Сегодня мы найдем ответы на эти и другие вопросы. С вами Амир Саминбетов и это проект на особым контроле. Необходимо принять решительные меры для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин впредь. При этом надо урегулировать ситуацию с такими автомобилями, ввезенными до 1 сентября текущего года. Для их легализации предлагаю применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающем 200-250 тысяч тенге. Эта мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших таможенную очистку. Игорь Владимирович, здравствуйте! Спасибо, что уделили вам время. Добрый день! Где мы находимся сейчас? Это наш ситуационный штаб. Я специально хотел показать вам его. С первого дня легализации мы развернули на базе МВД ситуационный оперативный штаб. Здесь есть все представители государственных органов, которые занимаются легализацией. В первую очередь, это, конечно, наши сотрудники полиции, это сотрудники Генеральной прокуратуры, Министерства финансов, таможенник, правительство для граждан Государственной корпорации. Очень тесно в плане цифровизации работаем с Министерством информации. Для чего это нужно? Значит, мы с первого дня, вот с первого часа, как только легализация началась, мы начали манипулировать работу с акционом. Мы видим в режиме реального времени, как работают акционы. Есть очереди, нет. Если какая-то ситуация возникает нештатная, мы сразу вмешиваемся. То есть, условно, когда после двух-трех дней работы у нас появилась ситуация, когда увеличилось количество машин, которые приходят на осмотр, мы сразу дали команду, чтобы увеличить количество сотрудников, которые на осмотре действуют. Здесь мы работаем сначала по такому алгоритму, поступая к заявлению в электронном виде, мы его отрабатываем, все сервисы внутри страны у нас в электронном виде интегрированы, здесь проблем нет. Если полностью выявляется, что машина нормальная, что пригодная к легализации, нет никаких вопросов, поступает уведомление гражданину с приглашением уже явиться спецон. После этого он приходит в спецон, представляет машину на осмотр, мы ее осматриваем в специальных ангарах. На сегодняшний день там заработают сотрудники полиции, специально мы сделали, что у них режим работы до 10 вечера. Сейчас легализация идет достаточно активно, все вопросы мы мониторим, какие проблемы есть, мы их обобщаем, смотрим, выносим решения и тут же даем эти решения на места, чтобы люди сразу моментально реагировали и ситуацию разряжали. Игорь Владимирович, получается стоимость первичной регистрации утилосбор не превышает 250 тысяч рублей. Это распространяется на все виды, категории типов машин, либо на электронах легковых? Значит не так, не 250, на сегодняшний день определили, что первичная регистрация будет стоить 200 тысяч. Для все машины независимо, грузовые, легковые, то есть любая машина. Помимо этого есть у нас там налог, пеня за регистрацию и деньги за техпаспорт, это в общем порядка 14 тысяч. То есть все, вот гражданин любой машины должен заплатить в целом где-то порядка 214 тысяч. Я предлагаю еще раз напомнить нашим телезрителям, какие необходимо предоставить документы, чтобы легализовать иностранного автомобиля. Значит, вот для того, чтобы начать легализацию, нам необходимо три документа. Первый это ваше удостоверение, документ удостоверяющий вашу личность. Второй документ подтверждающий, удостоверяющий, скажем так, машину. Это либо свидетельство о регистрации транспортного средства, либо паспорт технической регистрации, ну это ПТС. То есть это фактически одно и то же. Помимо этого, должен быть документ, который подтверждает, что вы стали владельцем этой машины. Ну в большинстве случаев это договор купли-продажи. Ну может быть договор мены, договор дарения. Ну в 99% это договор купли-продажи. Вот эти три документа. Еще один момент. Я прошу людей сразу не надо платить деньги. Мы определили алгоритмы, об этом я говорил, когда анонсировал. Сначала мы проверяем, потом вам говорим, да, ваша машина по всем параметрам приходит, вы можете ее зарегистрировать. Потом мы ее осматриваем, видим, что там нет перебитых ВИН-кодов, нет там, допустим, сварочных каких-то работ, не штатных и всего остального. И тогда только вы платите деньги, и мы ставим эту машину на учет. В целом у нас сбор за первичную регистрацию для машин старше трех лет составляет 500 МРП, то есть миллион семьсот тысяч приблизительно. Сейчас же эти машины будут легализовываться по 200 тысяч. Ну по сути это ущерб бюджету. Хотя можно было бы снизить эту сумму изначально до 200 тысяч, и тогда государство бы очень много заработало. В любом случае это позитивный момент, то есть единоразово какая-то сумма в государственный бюджет, пусть это капля в океан, в море, но тем не менее. Вопрос теперь относительно того, как это поможет автовладельцам. Конечно, они счастливы. Те, кто завез легальную машину, не угнанную в Казахстан в свое время, некоторые там десятками лет, там 5-10 лет, уже их эксплуатировали в Казахстане. И теперь у них есть возможность полноправно с казахстанскими номерами разъезжать по нашим дорогам. Получается, вы тесно сотрудничаете с соседними государствами, чтобы проверять историю автовладеля? На сегодняшний день у нас есть единая база розыска, как Интерпола, так и стран СНГ. В этом плане у нас легче, здесь у нас интеграция есть. То есть на розыск мы сразу проверяем, мы эту машину забиваем, она прорабатывается, пробивается, и мы смотрим, были ли на первом этапе вопросы по таможне. Ну вот, смотрите, большинство владельцев не знают истинного хозяина этого железного коня, иностранного железного коня, не знают историю машины. В случае, если у авто криминальное прошлое, зимают тогда машины или как? Смотрите, если машина в угоне, если она повозбуждена по факту угона в уголовное дело, если у нас есть розыскное задание с соседнего государства, мы сразу увидим в базе розыска, что машина находится в угоне. Тогда мы обязаны эту машину изъять, поставить на штрафстоянку и отправить ответ инвеститору розыска, что ваша машина, находящаяся в розыске в вашем государстве, установлена. Но, если обратить внимание, у нас постоянно какие-то вот такие акции проходят. Была акция легализации армянских автомобилей. Сейчас массовая легализация проходит. Когда курс с Россией очень сильно изменился, массово казахстанцы закупали машины в России, завозили. То есть наш автопарк обновляется вот благодаря таким волнам в той или иной степени. Сколько сейчас вообще иностранных автомобилей у нас в Казахстане? У нас нет обязательства для иностранных граждан ставить машины на учет. Но у нас на сегодняшний день есть законодательная норма, которая обязывает всех граждан, которые управляют транспортными средствами на территории страны, независимо от гражданства и принадлежности транспортным средствам, застраховать его в Казахстане. Вот согласно базам страховщиков, у нас порядка 300 тысяч иностранных машин получили страховки. Еще один вопрос. Праворульные автомобили можно ли легализовать? Значит, по праворульным машинам, вы знаете, у нас с 2008 года полностью эксплуатация запрещена. В рамках поручения главы государства, коль там не было исключения по праворульным машинам, мы вошли с законодательными изменениями в закон о дорожном движении и написали, что на время разовой легализации, вот сейчас, в этот период, мы разрешили те машины, которые завезены на территории до 1 сентября, легализовать. С 12 января вступили законодательные поправки, запрещающие страховать машину. Вот сейчас касался, не смогут управлять вообще иностранными автомобилями? Значит, это единственное основание, которое дает сейчас вот возможность управлять этой иностранной машиной, это то, что они вписаны в страховку. С 12 числа те машины, которые приехали вот сейчас, они уже страховку получить не могут, соответственно, мы будем этих людей привлекать к ответственности. Вот даже сейчас мы видим, да, что в большинстве регионных страны наблюдается аншлаг, очень много, ажиотаж, так сказать. Можно ли онлайн пройти легализацию? Значит, мы сразу предполагали, что людей будет много, я уже об этом говорил, поэтому все меры приняли, поэтому обратились граждане, мы просим именно в онлайн-режиме обращаться. По большому счету большая часть онлайна обращается. Но сейчас в онлайн проводят спецпроверку. Совершенно верно. Осмотр мы делаем физически, потому что осмотреть машину мы не можем в онлайн-режиме, мы обязаны ее посмотреть, потрогать, проверить, если необходимо, с привлечением специалистов, и в случае необходимости используем специальных приборов. То есть на предмет перебит, перепаим в ВИН-код, допустим, если в машине. Если есть еще какие-то там признаки. Если, условно говоря, она там спаяна из нескольких машин, то мы это сразу все выявлять будем, и эта машина, естественно, не будет поставлена на учет. Ну, прошла уже первая декада, были ли какие-то сложности? Облюдались ли какие-то там проблемы среди водителей? Есть вопросы, есть проблемы, да, мы сейчас видим у нас... Основные жалобы какие были у водителей? Основные жалобы на сегодняшний день – это люди просят поставить их в машину на учет без снятия по-прежнему месту регистрации. Это да, это действительно вопрос, это проблема. Тут обязательный вариант, только чтобы он ее снял с учета и переоформил добрую купли-продажу. Есть вот то, о чем вы говорили, когда нам приходится... Не на все наши вопросы, к сожалению, нам отвечают. Если внутри у нас все ингрировано, то в те страны нам приходится порой запросы писать, вплоть до того, чтобы бумажные запросы писать. Понятно, что это потребует времени, поэтому я прошу не переживать. Все наши сотрудники, все мы нацелены на то, чтобы, во-первых, выполнить поручения главы государства досконально, а во-вторых, там, где есть возможность, там, где мы сможем помогать советом либо еще какими-то вещами, в рамках закона мы обязательно все сделаем, чтобы помочь. Спасибо. Игорь Владимирович, спасибо.